За счет плохого расписания, да, неудобного расписания, потому что соперники были. За счет большого количества травм эта команда находится, конечно, лично, она должна находиться. Но сегодня, конечно, они в активе у Воронцова. У Воронцова сейчас, конечно, нет, не вся команда в активе, потому что чуть ли не полкоманды в Азарете. Ну, не пол, там, третья команда в Азарете. Свет очень красивый, падает. Правда, красота красотой, но немножко мешает, я думаю, визуально смотреть. А вот и первые очки матча забывает Мулюкин у Ниагара. Выбринуло кольцо. Да, да, этот парень, в принципе, умеет бросать. Наверное, единственный игрок сейчас в составе Ниагара, кто сегодня есть, кто стабильно может дистанции забивать. Он нас забивает в проходе Никитин. Ниагара сразу перехватывает. Можно что-то другое придумать. Растякнуть площадку, бросать трешки, открывать площадку, проход Хованского, Никитина. Он нас забивает на мату два графных карта с первой игры джамбол. Вот, в данной заявке, да, с учетом транслянных игроков, эти игроки все получают большое количество минут. Но вот сегодня их нет. То есть, видим, что джамбол шайна зона. Ну, молодец в любом случае, что сыграл тренадцатый номер Ниагара. Сорвал быстрый отрыв соперника. А у нас сразу проход Никитина пропустил. Наверное, Шахметов не подписывает прям отчастиных игроков. Надеется, наверное, на внутренний прогресс игроков. Забивает проход Хованский. Это, на самом деле, хорошая характеристика, да, хорошее качество. Хорошее качество, когда ты уверен на броске и бросаешь. Главное, только реализовывать нужно. То есть, Хованского может установить только подстраховка кольцом, либо даблдим на получение, не знаю, больше вариантов нет. Неплохо сейчас двигает мяч джамбол. Да, хороший пас. Димин хорошо разобрался. Далее Гоменский. Снова потеря. Неудачно Гоменский вошел с двух потерь. Быстро отрыв. И забивает Хованский, уверенно. Помню, теперь мяч у Рами. Дальше скидка. Двигает мяч Краснюк на Семчука. Семчук. Неплохо разыграли двоечку. И забивает Краснюк. Гоменский. Опять потеря. Ой, Виталий. Мне кажется, отсутствие практики сказалось на нем. Я не знаю, может быть, он где-то играл еще в бискетбол, да? Сейчас вот вошел в третью команду. В третью команду. И что-то как-то вообще три потери. Ну, а реабилитировать. Реабилитируется Виталий. Забивая трешку. После себя подборка. Вот такая я получаю Черепов. Про что я и говорил. Только не забил. Не забил. Вираж делал. Но подобрал. В целом, если мы говорим про... Здесь основной костяк. Это не особо бросающая команда. А вот сейчас доказывает неправо. Сам Черепов бросал. Поэтому подбирать было некому. Салямин. На Рами. Рами находит одного. Что-то не доигрывает сейчас, мне кажется, Ниагар в защите. Не доигрывает. А у Краснюка есть... Профессиональных игр. Ну, не профессиональных. Потому что, если у них нет профильных шутеров, В любой команде, практически любого игрока Может воскнуться бросок. Вот. И поэтому так играть опасно. А у нас забивает красивый фейер. Они наберут. Или даже 130. Снова забивает Хованск в своем проходе. Вот они, вышли лидеры. Черепов на Маматова. Маматова дальше вернул пасти на Черепов. Черепов. Хорош, Черепов. Но Черепов продолжает. Что-нибудь прописали. Не забивает трешку Хованск. Интересная, конечно, техника. Добавляет 2 очка Никитин. Интересная, которая вообще как удочка бросает. У них, знаете, как спинник такая техника. Спинник выкидывает. По-моему, он и так бросает из Спаркс Кукуриан. Я не уверен. Была ошибка у судей, нет? 4 фола, офигеть просто. Такое ощущение, что у Джамбола одни и те же люди. Фолкитинг. Ну, как я и говорил, счет очень низовой. Я думаю, что в 2-й фоне, когда команда чуть подустанут, Я думаю, что, наверное, чуть побольше очков будет забито. В быстрых отрывах. Гомельский через Новоселов играет. Новоселов потеря. Несевременная закидушка у него. Рами быстром отрыли. На предыдущей лекции школа молодого арбитра в четверг ведущий. Я, по сожалению, не от судей, потому что просто нет каких-то четких критериев у судей. Все по-разному. У судей разные критерии. Забивает первый Георгий. Пол не поднимает. Хованский. Селезнева. И Селезнева забивает со штрафом. Хват матов 3. Надо забивать. Нет, сегодня трешка у Кирилла вообще не идет. В принципе, он был в 1. Надо было забивать. Наказывает Бессиматрия. Не дошел мяч. Точнее, не на Васька. Нет, Кирилл сегодня просто вообще не идет. Убавляет 2 очка Андеев. Удачно он подобрал. Хорошо забил. В энергосберегающем режиме играют. Удачно подобрал Рами. Салямин в зону вырывается. Хорошая скидка. Семчук забивает. Здорово сыграл Салямин. Скидка я передал. Забивает средний. Чиклашвили. Забивает Чикашвили. Но там сейчас редкий случай, когда плохая. За счет у Джамбола. Краснюк. Забивает на Кентик. Там, что подобрал собственный промах. Салямин со средней. Забивает Салямин. Может, и была пробежка. Кто ее знает. Гомельский хороший. Пас на Мулюкина. Салямин забивает. Заканчиваются потерями пока что. Не хватает немного класса. Особенно в смысле команды Гомельского, чтобы красиво играть. Так что, может, сотку они и не выбьют. Да, команд, конечно, сегодня явно превратительнее атака. Забивает первый шлопный Семчук. Гомельский вроде этим не занимается. Да, он просто в роли такого ментора и менеджера выступает. Но не тренера. Красиво спиной кольцо забивает Хованский. Реверсы нужно иметь очень хорошую координацию. И вот у Андреевского полный порядок. Забивает Виталий. Снова пробежку просил джамбол. 15 очков. Два подбора. Две передачи. У Никитина 15 очков. Не спешит Альберт. Сам, наверное, выиграл Са-3. Никитин, 3. Есть. Забивает красивую трешку Никитин в раннем попадении. Нет. Ну, Люки, конечно, слишком часто ищут в партнеров. Это проблема. Это проблема. Не смотрится, наверное, на кольцо. Вот было уже и в первом. Плохая передача от Агеева. Потеря, быстро отрыв от Хованского. Не стал сейчас Хованского. Перехват Виталия. Гоменский рейд. Забивает верно Виталий. У него тоже все фразится с проходом. А, нет, он уже выиграл. 21 у него. Я просто думал, что он и 19 было. Но нет, 21 у него есть. У Ниагара. У Ховасского 21. У них Х на 18. 10 у Краснюка. Не знаю, с чем это связано. Сейчас Черепов до конца доигрывал. И с атакой будет. Некоторые команды в ВС дивизионе соблюдают это правило. И без атаки в последнем владении. Некоторые... Эээ, с фолом забивают. Забивают с фолом Черепов.